Добрый день. Мы начинаем пятую тему нашего курса, тема очень большая, и её общее название «Христианская Испания с 8 по 13 век». Мы начнём говорить с небольшого терминологического и историографического, может быть, отчасти введения. Обсудим, что такое реконкиста, что это как понятие, какие основные черты у этого явления. Затем переведём разговор уже на исторические рельсы. И сначала обсудим Астурийское королевство, затем Астур-Леонское, следующий период его истории. Доведём его историю до первой трети XI века. Это будут эпизоды 2 и 3. В четвёртом эпизоде мы поговорим о Кастилии в этот же период, да, с 8 по первую треть XI. Затем в пятом эпизоде и в шестом, соответственно, мы рассмотрим Арагун, Каталонию, Наварру в этот же период. И коснёмся истории церкви в христианской Испании, в рассматриваемую эпоху. Потом поговорим о культуре христианской Испании с 8 по первую треть XI века. И затем, перевалив вот этот хронологический барьер, мы начнём серию эпизодов, посвящённых истории Леона, Леонского королевства и дальше уже Кастильско-Леонского королевства с 2-3 XI века и до конца XIII века. Наконец, уже завершая лекцию, в двух эпизодах мы рассмотрим историю Арагуна и Каталонии в этот период, да, вот с 2-3 XI и по конец XIII, по первую треть XIV века даже. И затем историю королевства Наварры в этих же хронологических рамках. Это позволит нам в итоге перейти к разговору про позднее Средневековье, про XIV века и дальше уже к XV. Но это уже следующая лекция. Итак, начнём реконкиста понятия и основные черты. Ну, давайте начнём разговор о термине, о самом термине, да, и о периодизации этого явления. Реконкиста, слово испанское, вполне понятно. Ре-конкиста, дословно, отвоевание. Ре – это повторная приставка, да, повторное завоевание. Термин поздний, собственно, сама структура термина, да, структура слова, подсказывает нам, что он должен был появиться после понятия конкиста. То есть сначала всё-таки должны были сформулировать понятие конкиста, завоевание, а затем появится уже реконкиста, отвоевание. Даже если это и не две стороны одного и того же процесса, всё равно слово реконкиста вполне логично мыслиться как продолжение слова конкиста. И, в самом деле, термин реконкиста, к которому привычен любой испанист, больше того, который знает каждый, наверное, человек, хотя бы открывавший параграф, посвящённый истории средневековой Испании в любом из учебников истории. Этот термин поздний, он появляется в XIX веке, на волне, в первой и третьей XIX века, на волне роста национально-освободительного движения. Я говорю про борьбу испанцев сначала с Наполеоном, да, то есть первое десятилетие XIX века, а затем с последствиями французской оккупации. Это 20-е годы XIX века, правление Фернанда VII. Но мы об этом ещё с вами поговорим в своё время в отдельных лекциях. И вот тогда, на волне роста национально-освободительного патриотического движения, на волне взлёта патриотического сознания, появляется миф о такой же освободительной борьбе, вот как сейчас мы говорим против французов, тогда так восемь веков подряд наши предки отвоёвывали эти земли у арабов, незаконно пришедших сюда. Соответственно, хронологические границы или конкисты, они указывают, кстати, на поздний и искусственный характер этого термина. Видите, насколько они широкие, вот они на слайде, от 718 года до 1492. Забегая вперёд, собственно, в частности, продолжительность, длительность этого процесса давала и даёт основание целому ряду испанских, испаноязычных, да, или англоязычных историков, и не только историков, философов, заявлять, что реконкисты, как вот единой военной кампании, никогда не было. Собственно, знаменитый дом, который приводит впервые испанский философ Хоса Эртега и Гассетт, первый трек 20 века, позвольте, где вы видели хоть одну военную кампанию, которая длится 8 столетий? Ну, бред. Ну, не бывает такого. Тем не менее, давайте не будем торопиться и отмахиваться от понятия реконкисты как вот искусственного, никому не нужного, устаревшего, больше того, как вот мифологизированного, по сути, своей концепта. Давайте попробуем посмотреть на него внимательнее. Ведь арабское завоевание было, и мы о нём говорили с вами в прошлой лекции, и процесс обратного отвоевания, возвращения христианами себя полуострова тоже был. Тоже был. Так вот, давайте посмотрим на… Прежде чем выносить своё суждение, давайте посмотрим на этот процесс чуть поближе. Традиционная переализация, она перед вами, и здесь, пожалуйста, особое внимание на карту, которая в верхней части слайда. Традиционная переализация выглядит так. Первый период с 8 по конец 10, 1-ю, 3-ю, с 11 века, это период, когда христиане устанавливают свой контроль, безусловный контроль над севером полуострова, то есть пиренеи и прилегающие к пиренеям области. Вся, практически вся область, выделенная на карте бледно-жёлтым таким цветом, то есть вплоть до Авела, и даже немножко дальше до Каим, Брикории, вот этих мест, это всё получает название области границы, то есть довольно большое пространство, которое не принадлежит, временно не принадлежит никому. Там нет непостоянных мусульманских или мавританских поселений. Да, оговорюсь сразу, в дальнейшем в ходе лекции вы не раз будете слышать от меня слово «мавр». Мавр, испанское «моро», это обобщающее испанское название, ещё средневековое, разумеется, для всех мусульман, участвовавших когда-то в завоевании полуострова. Кем бы они ни были, берберами, арабами-гименитами, ещё представителями иных племён, вот их всех скопом, морс, мавры. Отсюда, соответственно, в русском языке предлагательный мавританский, например. И страна, кстати, государство на севере Африки, Мавритания. Так что это просто терминологическая заметка была. Так вот, в этот период, где-то до первой трети XI века, складывается довольно большое пространство, мы об этом поговорим, откуда ушли мавры. Но куда ещё не пришли христиане. И те, и другие в это пространство заходили с единственной целью – пограбить, совершить какой-нибудь набег. Жить там постоянно оказалось просто невозможно. Следующий период, да, который с XI по началу XIII века, то, что называют сражением за Эстремадуру. Эстремадура – ещё одно слово испанское, которое происходит от латинского «экстремум дури», в свою очередь «дурус» – это века «дуэро», ей латинское название. Экстремум дури – дословно «граница по дуэро». Вот Эстремадура – это довольно большая географическая область, простирающаяся с запада до западных регионов в центре полуострова вдоль реки «дуэро». Посмотрите на карту. Вот это называется Эстремадура. И сражение за Эстремадуру – это как раз XI-XIII века. Этот период характерен активным развитием колонизационных практик со стороны христиан. Демографический взлёт XI века, который характерен далеко не только для Испании, а вообще для Европы, о чём много писал, скажем, Джордж Дюбин, например, или Польбанас Си тоже. Соответственно, демографический взлёт привёл к увеличению числа людей и им просто физически стало тесно на вот этой вот узкой полоске вдоль Пиренейских гор. И христиане двинулись к югу, заселяя оставшиеся земли, брошенные ими когда-то, или строя новые города. Параллельно, разумеется, сражаясь с магами за своё право контролировать эти земли, собирать с них плоды и не пускать туда чужаков уже. Вот это вот сражение за Эстрамадуру. Оно заканчивается последней точкой, такой, я бы сказал, крещендо этого сражения, становится битва Прилоснава с Деталоса июль 1212 года. Битва, в которой... Ну, её... Знаете, чтобы было понятнее, я могу дать аналог. Битва Прилоснава с Деталоса в испанской историографии это примерно то же самое, что для нас Куликовская битва. Ну, плюс-минус. То есть и после этого были тяжёлые сражения с арабами, и после этого были и поражения, и победы, но, как бы сказать, ход борьбы был предопределён, как считается, как считается в историографии. Я не сказал, что так было на самом деле. Но с этого момента начинается великая или быстрая реконкиста. Видите, очень короткий период, с 1212 по 1266 год, стремительное, лавинообразное продвижение христиан на юг острова отвоёваны и материковые земли Испании, и островные земли. Остаётся в итоге только юг, от Альхесироса на западе до Альмерии, Малаги на востоке этого кусочка. Ну, почти-почти-почти до Картахена. Но нет, в центре примерно находится Гранада. Эта область будет известна как Гранатский Эмират. И дальше вот этот вот длинный период с конца XIII по конец XV века завершения реконкисты, традиционно вызывающий уйму вопросов. Вот на карте, если вы посмотрите сейчас на карту, это две нижних даты. 1266 на северной границе Гранатского Эмирата и 1492 на южном побережье уже Испании, побережье Гибраутерского пролива. И традиционный вопрос, собственно, который он всегда встает, и не только у критиков, у самых обычных людей, а что ж так долго-то? Вот Мавров одолеть одолели, а потом вот этот маленький Гранатский Эмират, простите, больше 200 лет. Больше двух веков не могли никак убрать. Что же произошло? Ну вот о том, что произошло и что происходило в XIV-XV веках, извините, мы поговорим вообще-то даже не в этой лекции, а в следующей. Но если коротко, с одной стороны, цепочка трагических совпадений, слабые лидеры христиан, их постоянная грязня между собой, несколько ожесточенных гражданских войн, ну, минимум две, да, все это мешало, отвлекало силы и людей от завоевания Гранаты, а с другой стороны, гранатские Эмири очень умели, очень хорошо умели играть на вот этих вот слабостях христианских правителей, стравливать их друг с другом, активно привлекая к этому берберок-маринидов, то есть берберов, сменивших собой аль-Махадов, да, в Марокко, на Севере Африке. И, собственно, гранатские правители, видите, сумели продержаться до конца XV столетия. Повторюсь, о завершении этого процесса мы будем говорить вообще даже не в этой лекции, а в следующей. Если мы посмотрим на то, как реконкисту понимали ее современники, я напомню, самого слова реконкиста не было, но как-то они это понимали, трактовали же как-то. Начиная с Астура-Леонского периода, короли Астурии, потом Астурии и Леона называли себя преемниками готов, наследниками Вестгутского королевства. Внимание, да, пометка на полях. Я не говорю, что они ими были, но они себя так называли. Я даже не говорю, что они всерьез верили в то, что происходит от Вестгутов. Мы вообще сейчас не об этом, да, мы скорее о том, что, ну, сейчас можно было бы назвать пропагандой. Тогда этого слова просто не было. Не о том, кем они себя на самом деле мыслили, мы этого не знаем, но о том, как они себя позиционировали вовне как наследников Вестгутского королевства. Следовательно, война с маврами, это, как вы понимаете, борьба законных хозяев, собственников полуострова, да, с пришлыми зайдами, вот с оккупантами, которые, понимаете, вытеснили законных хозяев из дома, но сами при этом хозяевами не стали. Вот это вот очень важный момент, да, в средневековой, более поздней уже средневековой историографии у Родриго Толецкого, Родриго Берадо Луки Туйского, это авторы первой, третьей, тринадцатого века, очень любопытно будет выстроена периодизация истории, предшествующей им. Доминио дарос романос, да, то есть доминиум романорум, то есть владычество римлян, до этого, кстати, будет владычество кого-то еще местных, да, владычество иберов, потом владычество римлян, именно владычество, то есть вот доминиум, это слово, указывающее на существующее право частной собственности, это не просто доминиум, это не просто владычество, Владычество – это такое законное обладание. Так вот, владычество римлян дальше... Как же там будет? Ну да, оккупацию арабовам, то есть захват арабами полуострова. И дальше снова... А, виноват, после римлян, конечно, владычество готов, да, минимум готов, да. Дальше захват арабов. И сейчас что? Правильно, сейчас восстановление владычества готов. Эта линия, она, повторюсь, будет присутствовать до конца 15-го, это такая юридическая, да, историка правовая. Доминировать при этом будет до конца 11-го. Вторая линия, дополняющая её и существующая с ней в неизменном единстве, всегда идущая рядом, это будет религиозное осознание себя христианами, а следовательно, борьба с маврами, как борьба с неверными, с врагами Христа, с священной во многом противостоянием. Но дело в том, что до конца 11-го века вот это позиционирование будет играть роль дополнения такого вот яркого фанатизма христианского мы там не увидим. Равно как, кстати, со стороны мусульман, мы не увидим яркого, такого исламского фанатизма, фундаментализма, стремления перебить неверных собак, вот что-нибудь такое. Но нету этого, не будет этого, понимаете. До чего? Правильно, до конца 11-го века, когда на полуострове появятся отряды альмаравидов, о чём мы с вами говорили в прошлой лекции, которые, ну, конечно, сильно упрощаю картину, но тем не менее, которые отличались очень ревностным отношением к исламу и, в общем-то, в известной степени фанатичным, фанатичной борьбой с немусульманами, прежде всего с христианами. Ответом на вот этот фанатизм становится фанатизм христиан в борьбе с маврами или конкиста начинает мыслиться где-то вот с начала 12-го века как священная борьба. Здесь как раз историко-правовая подложка так скромно отходит на задний план, уступает место вот этому огню религиозного противостояния, апогеем которого станет неоднократное объявление крестового похода для борьбы с, там, дальше подставьте нужное с каким-нибудь конкретным эмиром или с всеми мусульманами сразу или для взятия гранаты. Ну, вот крестовая похода, внутренняя крестовая похода будут объявляться ни раз, ни два, ни пять. А как реконкисту при этом понимают современные историографии? Здесь одним из основоположников такого наиболее принятого, наиболее расхожего взгляда на реконкисту становится Клаудио Санчес Альбарнос и Мендуиньо, он перед вами, знаменитый испанский историк. Мы с ним еще столкнемся, когда будем говорить о Второй Республике и о начале Гражданской войны в Испании. Он есть же Франциско Франко, он там тоже сыграет, Клаудио Санчес Альбарнос сыграет там очень значимую роль. Он будет, собственно, министром культуры Второй Республики, покинет страну, уедет в эмиграцию, в Аргентину, где создаст одну из лучших в мире школ медиалистики. Соответственно, он предложил воспринимать реконкисту как военно-колонизационное движение, причины которого, это прежде всего, да, ограниченность пригодных для сельскохозяйственного освоения пространств севера полуострова, там горы, рост населения, демографические процессы. И еще одно, это особенности социальных структур. Мы с вами будем говорить, что север полуострова, это прежде всего место, где жили, ну, извините, кланы горцев под многом, да, это господствующая роль воинственной знати и война как доминанта такого мужского этоса. Вот всякий нормальный мужчина – воин. Если он не воин, то он непонятно кто вообще-то. Соответственно, если воспринимать реконкисту так, то два основных, две ее основных составляющих части будут, собственно, реконкиста, то есть военное, именно отвоевание, это военные операции в таком случае, и репобрацион, то есть повторное заселение полуострова. Собственно, только с того момента, когда отвоевание начинает сопровождаться повторным заселением, то есть освоением отвоеванных земель, отвоевание становится отвоеванием, извините, а не разбойничьими набегами. Роль войны в формировании общества реконкиста подчеркивал и другой замечательный медиевист, это американский профессор Джеймс Эйф Ф. Пауэрс, автор знаменитой книги, знаменитой очень многим своим названием Society Organized for War, общество, организованное для войны. Собственно, он сосредоточил свой взгляд именно на постоянном присутствии войны в жизни общества. Вот это постоянное присутствие войны формирует особый этос, где война представляется, по сути, одним из двух, на самом деле, одним из двух занятий, достойных знатного и, извините, уважающего себя человека. Вторым, разумеется, становится религия. Вы помните, что реконкиста современниками воспринималась еще и как мощное религиозное течение. И в этом плане вот вторая составляющая, это, конечно, религия, такая воинствующая, воинствующая благочестие, я бы сказал. И за пределами вот этой вот схемы, если сравнить вот эту вот двуначальную схему, да, войну и религию, как достойное призвание для уважающего себя человека, если сравнить это с традиционной трехчастной моделью средневекового общества запиренейской, вы увидите, что за пределами остается труд. И на самом деле мы с вами будем говорить об этом в лекциях, посвященных эпохам Габсбургов и Бурбонов, да, уже 16-17 век, когда вот это вот очень сильно навредит Испании, когда вот это формирование отрицательного отношения к труду, восприятие труда как деятельности, которой занимаются те, кто не способен воевать и для кого не нашлось места в церкви. То есть вот они трудятся, но этого мало. Их роль в том, что они платят деньги, они платят подати, а не те, кого в испанских текстах называли словом печерос, плательщики. такое очень пренебрежительное на самом деле слово, в то время, как все, повторюсь, нормальные люди, идальгус, идальгус, рыцари, дворяне, да, они ни в коем случае не трудятся, они никогда не работают, но они не платят налогов. Ну, повторюсь, вот это вот формирование негативного отношения к труду очень, с одной стороны, как ни странно, сыграет свою положительную роль, да, в период реконкисток, период, когда надо будет много и часто воевать, и отзовется совершенно страшным и очень неприятным эхом в то время, когда вот эта война закончится, когда полуостров уже весь будет в руках христиан, и воевать внезапно окажется не с кем. и а что делать людям, которые ничего другого делать не умеют, то воспитаны в том, что ничем другим достойным занимать себя-то в общем нельзя, нечем, потому что вот об этом мы еще будем говорить, когда я забегаю вперед сильно. Ну и, наконец, последнее, что характерно для вот этой вот системы, для общества организованного для войны, это большое количество свободных людей, то есть очень низок процент рабского населения, населения лично зависимого, оно есть в основном в северо-восточных регионах полуострова, где сильно влияние Франции, вот, в основном же в Испании даже земледельцы, это свободные люди, а если они свободные люди, то вот это вот их понимание себя как свободных подразумевает, и восприятие их от свободных, кстати, со стороны власти, подразумевает выстраивание с ними совершенно иной, непривычной для остальной Европы системы правовых отношений. Это то, о чём мы с вами будем говорить, это вот тот феномен испанский, который получил название фуэро. Мы об этом ещё будем подробно говорить, когда речь зайдёт о Костиле. Ну, на этом давайте остановимся и перейдём к следующему сюжету, а именно к истории Астурийского королевства с начала восьмого по конец, по вторую треть девятого века. Спасибо. Спасибо. Субтитры